Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева и сегодня выпуски. Зарядись на лето! Все мероприятия минувших выходных можно объединить с названием одного из них. У нового фонтана и яхт-клуба на празднике вальса и ярком карнавале энергии радости летнего отдыха наполняли большие и маленькие торжества. А теперь обо всем по порядку. 12 июня для жителей и гостей курорта по всему городу прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня России. Подробности в репортаже нашего корреспондента. Праздник начался на Театральной площади. В течение двух часов ребята, отдыхающие во Всероссийском детском центре «Смена», дарили зрителям яркие творческие номера и эмоции. В концерте принял участие и конкурсант из телепрограммы «Голос дети» Егор Пятницын. Для зрителей устроили настоящий фестиваль кино и мультипликации. Дети с удовольствием просмотрели мультфильм «Защитники». Два года мультипликаторы разрабатывали проект. В начале придумывается идея, потом пишут сценарии, потом рисуются персонажи, потом они анимируются, озвучиваются, рендерятся и получается мультик. Надо быть очень творческим человеком и креативным, и позитивным, потому что мультики делают для детей, любить детей обязательно. Если не будешь любить детей, у тебя ничего не получится. Для любителей живой музыки у летней эстрады прошел концерт. Духовой оркестр под руководством Валерия Степанова радовала напчан и отдыхающих душевными композициями. Курорт детского и семейного отдыха «Анапа» распахнуло объятия гостям. В день открытия сезона на разных сценических площадках города проходили яркие и красочные фестивали, конкурсы и концерты. На театральной площади стартовал детский праздник «Солнце в улыбке». В день открытия сезона солнце порадовало анапчан и гостей курорта теплыми лучами и задало настроение на весь день. Недаром Анапа – самый солнечный город России. Более тысячи ребятишек разного возраста в разноцветных майках лучших здравниц курорта в танце рассказали о том, как они любят Анапу и ее ласковое море. Мы начинаем уже с утра этот огромный праздник, чтобы подарить всему городу, всей стране это праздничное настроение наше анапского лета, потому что все-таки Анапа – это дети, Анапа – это праздничное лето для детей. И каждая секунда пребывания в нашем городе для всех деток должна оставаться на всю жизнь в памяти. Они с удовольствием принимают участие в наших мероприятиях и снимают на видео, возят в свои города. Традиционная утренняя программа каждый год меняет свою концепцию. В сезоне 2015 – основной упор на дружбу, любимую страну, семью, все, что важно для ребенка. Неповторимое впечатление праздничного утра создавали искренние улыбки, любимые детские мелодии, мыльные пузыри и летящие в небо воздушные шары. Эстафету перехватил ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница» Краснодарской филармонии имени Пономаренко. На полюбившейся сценической площадке «Ракушка» у летней эстрады кубанским колоритом радовали гостей праздника участники фестиваля народной песни «Казачья раздолье». Среди участников – «Золотые голоса» ансамбля «Соловейка», «Гордость курорта». На площади возле администрации эстрадно-симфонический оркестр никого не оставил равнодушным. Классика джазовой композиции и любимые песни советского времени. Ни минуты покоя, ни секунды покоя, не могу без тебя, не могу без тебя, что же это такое? Мы приехали только вчера и сразу попали на праздник. Алена, например, не хочет ехать домой, говорит, давай будем здесь жить. А когда увидали еще такую красоту, такой оркестр, такую погоду, таких людей, такие улыбки, мы не хотим отсюда уезжать. Все желающие могли присоединиться к вальсирующим парам на мастер-классе «Танцуйте вместе с нами». Праздничным утром музыка звучала отовсюду. Калейдоскоп ярких выступлений, мелодичной музыки, радости и любви – так встречает Анапа своих гостей. Яркой страничкой в программе мероприятия «Открытие курортного сезона» стала молодежная акция «Зарядись на лето», которая развернулась на бульваре Гудовича. Здесь царило веселье. Дети и взрослые с удовольствием фотографировались на фоне тематических инсталляций, участвовали в забавных конкурсах и спортивных играх. Работал веревочный городок и скалодром, проводились мастер-классы по рисованию. А те, кто захотел отдохнуть в тени деревьев, располагались в уютных гамаках. Очень клево, что здесь и гамаки есть, и зона отдыха, можно отдохнуть, посидеть. Детям весь тем заняться. Отличное место, чтобы познакомиться с новыми людьми, погулять, отдохнуть, повеселиться. Из множества тематических площадок выбрать самую интересную было невозможно, ведь организаторы учли вкусы всех возрастов. Особенно ликовали дети, перебегали от одного мероприятия к другому. Ведь очень хотелось и в веревочном городке полазить, и фокусы посмотреть, и испытать удачу и глазомер в тире. Там есть прицел и мушка. Надо, чтобы они были на одном уровне и стрелять в мишень. Похоже, место для Анапского Арбата теперь определено точно. На этом уютном и тенистом бульваре в этот день открылась аллея уличных музыкантов и свободных художников. Завершились мероприятия фестивалем красок Холли. 13 июня стало днем открытий. На главный летний праздник в Анапе заиграл водными струями новый фонтан. Оригинальный архитектурный объект привлек внимание почетных гостей праздника. Перед главным вечерним торжеством еще одно приятное событие – знакомство с новым фонтаном на набережной у музея Горгипи. Подарок для многочисленных гостей нашего города. Поручение главы курорта Сергея Сергеева отремонтировать старый, потерявший всю свою притягательность объектов, нашло оригинальное решение. Дизайнеры постарались и нашли современный проект. Открытый фонтан – это стремление к возможности ощутить всю радость общения с чистой фрустальной водой. Мы открываем этот прекрасный фонтан под ваши бурные аплодисменты. Площадь у администрации города удивлялась сюрпризами – шоу акробатов, праздник вальса и выступление кавер-групп. Каждый мог найти себе развлечение по душе в теплый июньский вечер. Выступление этих артистов хорошо видно с любой точки площади. Диву даешься, как они могут передвигаться на таких высоких ходулях и в придачу танцевать и делать трюки. Шоу великанов из города Евпатория вызвало неподдельный восторг. Когда дневная жара уже спала, сотни людей, анапчан и гостей курорта, пришли посмотреть большой праздник летнего вальса. С высоты это зрелище по-настоящему завораживает. В вихре вальса закружились артисты от мала до велика. Разных уровней танцевального мастерства. В пене шелка и кружев, в ритме любимых мелодий. В закате солнца прямо под открытым небом, будто из глубины веков, кружились пары, даря зрителям улыбки и волшебное настроение, возрождая извечную курортную традицию танцевальных вечеров на Приморском бульваре. Сегодня было необыкновенное зрелище. Просто эмоции переполняет. Это красота движения, красота танца. Было во всем. Получило такое удовлетворение, о котором можно только петь, наверное. Нежные мелодии сменились энергичным выступлением кавер-групп, гитара «Фиеста» и «Делайт кавер-бенд». Одним из самых ярких событий праздника стало торжественное открытие нового многофункционального яхт-клуба. Современное красивое здание расположено на пляже неподалеку от реки Анапки. Сегодня я увидел, что действительно мы сделали первый шаг. Очень серьезный шаг. И пусть у этого яхт-клуба будет хорошее будущее. Пусть он готовит не только спортсменов, пусть анапчане, наши гости, ближайшие населенные пункты, дети этих населенных пунктов приходят сюда. Я уверен, что в самое ближайшее время мы создадим спортивную школу, выделим на это средства. И у меня есть уверенность, что нет такого места больше, во всяком случае, в Краснодарском крае, на Черноморском побережье, где можно было бы заниматься этим видом спорта. Парусный спорт впервые появился в Анапе в 1979 году. С тех пор он знал как взлеты, так и падения. В 90-е активность яхт-клуба практически сошла на нет. Новая веха в развитии началась в 2013-м, когда родился проект по строительству яхт-клуба. Выделяли мы землю два года назад, потому что не было, были люди, которые способны были сделать, но не было земли. Сложно было. Конечно, и есть и противники сегодня, что на пляже располагается. Но здесь устья реки Анапки, вы видели, да? И здесь можно развивать именно структуру устья. Делать проект, ставить капитальное строение и заглядывать вперед хотя бы на десяток лет. Место идеальное, конечно, для клуба. Новый объект соответствует европейским стандартам. Его база предполагает размещение до 100 яхт одновременно. Работать клуб будет круглогодично. Теперь в городе будут часто проводиться всероссийские и международные соревнования. А также юных анапчан будут привлекать к парусному спорту. Анапский яхт-клуб станет основной базой для подготовки сборной России к Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Какой праздник без угощения? На улице Горького широкие скатерти-самобранки развернули участники фестиваля «Кубанское изобилие». Блюда кухни народов Кубани манили ароматами пришедших на праздник гостей. Золотистые караваи, пироги со всевозможными начинками, рыбные деликатесы, ароматный шашлык, великолепные закуски и десерты, спелая клубника – чудеса кубанской кухни представили анапские мастера. Традиционные рецепты – в мастерском исполнении поваров и кондитеров 12 предприятий общественного питания и здравниц города-курорта. Разнообразие блюд прогуливающиеся анапчане и гости курорта оценили по достоинству. Понравилась ярмарка, которая организована на улице Горького. Вот в «Голубой волне» сейчас мы присели, кушаем шашлыки. Очень понравились приготовления. Понравилось все оформление, какие прекрасные пироги там выставлены у них на продажу. Все очень хорошо. Мастерство кулинаров оценивала и конкурсная комиссия. Критериев масса – не только качество продукции и оригинальность подачи, но и технология приготовления блюд, а также сохранение кубанского колорита. Сами участники подошли основательно к проведению этого мероприятия. Широкий ассортимент представленной продукции, собственного производства. Удивляет и заинтересовывает всех окружающих. Конкурсная комиссия, я полагаю, будет очень сложно сделать выводы по этому фестивалю и определить победителя, поскольку все хозяйствующие субъекты добросовестно выполнили свою функцию. Победителем фестиваля стал индивидуальный предприниматель «Репетян». Второе и третье место поделили гранд-отель «Валентина» ресторан «Фрезия» и СКО «Смена». Всех участников отметили благодарственными письмами главы курорта и памятными подарками. Я хочу пожелать нашим предприятиям, нашей потребительской сфере, чтобы они не подвели ожидания наших отдыхающих. Еще раз хочу пожелать всем, чтобы уехали с прекрасными впечатлениями от обслуживания, от качества, от сервиса. Всем прекрасного настроения, хорошего лета, ярких солнечных дней. С главным летним праздником жителей и гостей курорта поздравил даже древнегреческий бог Посейдон. Яркое шоу устроили спортсмены-вейкбордисты на единственном в России водном стадионе «Скириксен-Юг», расположенном у берегов Анапы. Спортсмены сменили привычные костюмы на актерские и устроили небольшое театрализованное представление. Древнегреческий бог Посейдон появился из подводного царства и поздравил всех гостей мероприятия с открытием курортного сезона в Анапе. Решили посмотреть, детям показать главное, что здесь. Первый раз в Анапе вообще. Были на рыбалке и решили, шли мимо, решили посетить это шоу. Нам понравилось. Ну, посмотрели с удовольствием, отдохнули. Видели костюмированные актеры, которые на стадионе были. Ждем продолжения. Они сейчас прыгают и спают. Смотри. Изюминкой мероприятия стало незабываемое шоу на воде. Своё мастерство продемонстрировали Деды Морозы и Снегурочки. На водных лыжах они покоряли морскую гладь. В пьере цвета, света и звука стал вечерний концерт к открытию курортного сезона 2015 «Анапа любит вас». «Анапа» согревает не только солнцем и тёплым морем своих гостей, но и великолепием талантов. Отдыху в Анапе по праву можно присвоить пять звёзд. Такова концепция кульминационного праздничного концерта. Чередой ярких выступлений творческие коллективы показали, как с улыбкой работают горничные официанты и прочий обслуживающий персонал. Зрители заглянули на лучшие кухни курорта и посмотрели, с какой любовью повара готовят для отдыхающих приморские деликатесы. Артисты рассказали об уникальной природе курорта и её обитателях. Завораживающее лазерное шоу напомнило, сколько знаменитых на весь мир здравниц работает на территории Анапы. Даже Остап Бендер признал, что Анапа лучше, чем Рио-де-Жанейро. Поздравить анапчан и гостей курорта с открытием летнего сезона прибыли депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Харитонов, заместитель председателя законодательного собрания края Пётр Курдюк и министр курортов и туризма Краснодарского края Евгений Куделя. Глава курорта отметил, что в этом году Анапа способна принять 5 миллионов туристов и оказать им достойный приём. Наша культура анапская сегодня показала, как надо работать нашему санаторно-курортному городу и всем, кто занят в отрасли обслуживания наших дорогих гостей. Вы видели счастливые лица наших анапских детей. У этих детей действительно счастливое сегодня. Я хотел бы, чтобы у всех детей нашей страны было такое же счастливое детство. Курортный сезон 2015 года объявляю открытым. Событием вечера стало выступление звёзд российской эстрады Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя Ты же точно знаешь, в этом мире я живу для тебя Эмоции переполняли зрителей до самых небес и в разгар вечера разразились в ночном небе праздничным фейерверком. Но праздник не завершился. Молодёжное шоу-программа в ритмах южного лета продолжался далеко за полночь. Мобильная группа по пресечению движения транспорта по пляжам дежурит ежедневно. По пручению главы Анапы налажено межведомственное взаимодействие сотрудников администрации, полиции и Росприроднадзора. Таким образом, наказание за нарушение становится весомее, а профилактические меры – действеннее. Специалисты Управления муниципального контроля, сотрудники Рота ДПС и ГИБДД, специалисты Центра развития и Управления по делам молодёжи ежедневно дежурят на пляжных территориях курорта. В селе Витязева межведомственная группа выявила очередное нарушение. На данном месте правонарушения был основан в этот цикл за управление без водительского удостоверения. На основании этого был вызван эвакуатор, и данные транспортные средства задерживаются и перемещаются на штраф-стоянку. Водителю грозит штраф в сумме от 5 до 15 тысяч рублей за управление транспортных средств без водительского удостоверения. Нарушителю грозит ещё один штраф – от 3 до 4,5 тысяч рублей. Специалисты Росприроднадзора тоже составили протокол об административном правонарушении за стоянку и движении квадроцикла в водоохранной зоне. День открытия курортного сезона не прошёл без спортивных мероприятий. На стадионе «Спартак» встретились городской футбольный клуб «Анапа» и команда «Краснодар-3». Уже в начале встречи футбольный клуб «Анапа» вышел вперёд. На третьей минуте гол ворота соперников забил Аслан Бароков. После забитого мяча гости перешли в наступление. На 37-й минуте матча краснодарцы сравняли счёт. Но равенство в счёте было недолгим. В конце первого тайма футболист «Анапа» Николай Олейников отправил мяч прямо в створ ворот. На 74-й минуте матча Никита Саркисов увеличил отрыв от соперников до двух мячей. Гости пытались атаковать, но свой шанс не использовали. В конце второго тайма капитан «Анапской» команды Жулмандин Каратляшев точным ударом установил окончательный счёт 4-1. После девятого тура футбольный клуб «Анапа» занимает лидирующее место в турнирной таблице чемпионата Краснодарского края. Следующий футбольный матч состоится 20 июня. Анапчане сойдутся на поле с командой «Кубань-3». Завершит выпуск прогноз погоды. Партнёр прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Во вторник, 16 июня, в Анапе малооблачно возможен дождь с грозой. Температура воздуха днём плюс 22-24, ночью 18-20 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 22 градуса. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.